В этот день, 15 сентября 1805 года, Российская империя, объявила войну наполеоновской Франции. Увы, это столкновение с Бонапартом закончится грандиозным разгромом под Аустерлицем. 15 сентября 1917 года Временное правительство выпустило из тюрьмы Льва Троцкого. Спустя месяц этот лидер большевиков организует Октябрьский переворот. В этот день 1959 года началось двухнедельное посещение США главой Советского Союза Никитой Хрущевым. Встречать лидера соперничающей державы вышли около 300 тысяч простых американцев. В этот день родились и великий князь Владимирский Дмитрий Грозные Очи. Своё красочное прозвище Грозные Очи этот тверской князь получил за полкий характер, он его и погубил. В орде Дмитрий Михайлович встретил другого князя Юрия Московского, который был повинен в смерти его отца. Дмитрий Грозные Очи тут же достал меч и зарубил врага. За самоправство князя казнил хан. Александр Бутлеров, русский ученый. В детстве за хулиганские опыты с порохом его наказали тем, что поставили в угол с табличкой на шее «Великий химик». Позже мальчик станет одним из основателей органической химии. Михаил Герасимов знаменитый антрополог и скульптор. Так же, как и Бутлеров, Герасимов уже в детстве проявил свои научные интересы. Увлечение подростка мышечным строением лица могло бы взволновать многих родителей. Но отец Миши Герасимова сам был врачом, поэтому он только помогал сыну в его хобби. Так что буквально с детства анатомия, а также археология вот такое странное сочетание поглощали ученого без остатка. А еще на стыке этих влечений родился знаменитый метод Герасимова – возможности восстановления облика давно унижших людей по одним межкостным останкам. Идея молодого человека, как выяснилось также талантливого скульптора, казалась ученому миру бредовой. Даже если есть чей-то хорошо сохранившийся череп, кто поручится, что у его обладателя был такой нос, а не сикой, что у него был большой рот или маленький, глаза на выкате или совсем наоборот. Долгие годы опытов помогли Герасимову ответить почти на все эти вопросы. Найденные зависимости, формулы позволили ему даже восстанавливать мягкие ткани носа по одним только костям. Наука продолжала игнорировать Герасимова, когда признание пришло к нему с неожиданной стороны – криминалистики. Уголовный розыск несколько раз обращался к молодому ученому. Однажды он восстановил первозданный облик найденных в лесу костных останков, по нему познали ранее пропавшую женщину. Как только эти материалы показали ее бывшему мужу, он тотчас дрогнул и сознался в убийстве. В другой раз Герасимов из минимума данных смог определить, что когда-то у человека были проблемы с одним из лицевых нервов, что должно было сказаться на форме глаза. И даже в таком нюансе ученый оказался прав. Успехи игнорировать было сложно. Наконец и ученый мир решил устроить Герасимову экзамен. Ему вручили череп папуаса, еще в 19 веке привезенный путешественником Никлуха Маклаям. И скрыли этот факт. Расчет был прост. Но, конечно, молодой выскочка ошибется, он, как и всегда, будет лепить портреты европейца. Каково же было удивление, когда Герасимов восстановил облик типичного папуаса. Увеличенность предметом у Михаила Михайловича была просто потрясающей. Скажем, он всегда с одного взгляда определял, чей это череп – мужской или женский. А однажды Герасимов попросил знакомого врача показать комплект рентгеновских снимков его пациентов. Тот же в качестве шутки положил туда и свой. А ты, когда снимался, спросил академик, только увидев фотоскелета. Благодаря работе Герасимова мы знаем в точности, как выглядел Ярослав Мудрый и Иван Грозный. Мы знаем, какой недуг был у Андрея Боколюбского. У него оказались сросшиеся шейные позвонки. Не зря летописи писали, что князь никогда не склонял голову. Это был медицинский факт. А также мы знаем, что некоторые из рода Рюриковичей были отравлены. Очень многие тайны прошлого оказались разгаданы благодаря Михаилу Герасимову. Известно, что как-то один большой скульптор заявил, что изваяние Герасимова – это нехудожественное произведение. Академик только подтвердил – правильно, нехудожественное – это документ. Он очень серьезно относился к своему научному методу, который до сих пор носит его имя, но используется почти без принципиальных доработок во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok